В год экологии журналистов, посетивших заполярное месторождение, прежде всего интересовали мероприятия, разработки и технологии, отвечающие современным требованиям сохранения качества окружающей среды. На газовом промысле 1В им продемонстрировали компрессорную установку газов выветривания. Ими оснащены все волонжинские промыслы заполярного. Предприятие «Газпромдобыча Ямбург» одной из первых применило технологию утилизации газов выветривания. Благодаря ей метан, который мог бы поступать в атмосферу, компримируется, очищается и вместе с основным потоком газа подается в межпромысловый коллектор. Среди дочерних обществ «Газпрома» «Газпромдобыча Ямбург» лидирует не только в добыче углеводородов, но и в природоохранной деятельности. Сама организация, она не только много газа и вообще добывает большие объемы, но и внедряет, как было уже сказано, как сейчас уже такое традиционное слово, наилучшие доступные технологии. В частности, то, что мы сейчас видим, вот газ выветривания, который был продемонстрирован, он входит в тот самый перечень наилучших доступных технологий, которые сейчас в ближайшее время у нас будут приняты в России. Соответственно, и это не единственная технология, которая относится к категории наилучшедоступных, которая применяется в «Газпромдобыче Ямбург». На газовом промысле 1С журналистов познакомили с технологией сбора, очистки и закачки сточных вод в поглощающий горизонт. «Газпромдобыча Ямбург» – одно из первых дочерних обществ «Газпрома», которая внедрила данный метод утилизации промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. Благодаря этой технологии не только снижаются экологические риски, но и экономится газ. Ведь по старинке отходы сжигались на факеле. Здесь я нахожусь не первый раз. Каждый раз приезжаю. Меня удивляет масштаб компании «Газпромдобыча Ямбург». И в этом году, вот сейчас мы здесь находимся, очень впечатляет, что, так как президентом обвелим год экологии, и компания уделяет такое внимание, да, и это очень важно. Что касается экологии, то цифры, которые были озвучены, что только «Газпромдобыча Ямбург» в этом году потратила, или собирается потратить около двух миллиардов, что несопоставимо с, вернее, совершенно сопоставимо с тем эффектом, который это будет приносить окружающей среде и общество, которое делает столько для защиты ее и для экологической безопасности. Но это, конечно, достойное восхищение и только вот. На базе управления технологического транспорта и специальной техники гостям Заполярного продемонстрировали передвижную автомобильную газозаправочную станцию. С 2014 по 2017 годы «Газпромдобыча Ямбург» обновила 282 единицы подвижного состава за счет автотранспорта, работающего на газомоторном топливе, то есть метане. Он экономичнее, дешевле и плюс это же экологически чисто. Переход на газомоторное топливо – одно из стратегических направлений «Газпрома». В «Газпромдобыча Ямбург» на газе работают легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы, спецтехника. Постепенно весь подвижной состав перейдет на этот вид топлива. Это всегда первоочередная задача у окружных властей. Это обязательно сохранение вот этой хрупкой северной природы. Безусловно, поддержка в ореоле вот этой вот северной флоры и фауны достойного проживания коренных народов севера, аборигенов. Это обязательно идет в тесной связке, взаимодействии обязательно с ПАО «Газпром» и с теми предприятиями, которые ведут добычу, разработку и бурение на месторождениях Ямальской территории. Современное производство идет по пути усложнения технологий. За последнее десятилетие степень автоматизации в добыче, подготовке и транспортировке углеводородов многократно возросла. Вместе с тем увеличилась экологизация производства – инструмент обеспечения экологической безопасности и достижения устойчивого развития производственной системы. Алексей Базарнов, Сергей Овсянников. Заполярное месторождение.